Минск пополняется общественным транспортом. Сегодня в рейс выезжает новый необычный троллейбус. Основное преимущество данного транспортного средства это то, что он может какой-либо затор на дороге, какое-то происшествие объехать. То есть он не привязан к контактной сети. Данное транспортное средство оборудовано USB-портами для зарядки гаджетов. Также установлены кондиционеры в салоне данного транспортного средства. Новый троллейбус вместительнее предшественников. Создатели увеличили и запас автономного хода на 15 километров. Передняя дверь трехстворчатая, одна для водителя. В электробусе же там сделано через салон ходить. Дверь открыл, если надо выйти, хотя бы только приемники поставить. А у нас народ какой, он же может выскочить. А вдруг это на дороге где-то что-то случилось. Мы это сделали хорошо, что вот отдельная дверь. По поводу троллейбуса и этого нового троллейбуса отличие. Здесь удобство больше для водителя. Легче на управление, чем старые троллейбусы. Ну, уже с токоприемниками проще. Здесь не надо выходить, там снимать и даже ставить. Если ловушки есть, тоже на кнопочку нажал, они сами встали, на провода поехали. Ну и установленный ход хороший. Тоже, если вот оборотный рейс у нас получается час, я спокойно могу без токоприемников проехать, ну, круга два. Ну, здесь показывают полностью всё, практически. Ошибки, если там где-то что-то авария какая-то случилась с машиной, что-то где-то поломка, здесь сразу пишут. Новый троллейбус будет обслуживать шестой городской маршрут. Диспетчерская станция Лошица-2, вокзал. Транспорт может вместить до 107 пассажиров. 38 из них смогут путешествовать по городу, сидя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова